добрый день я как раз вчера был на встречании комиссии по стратегии по транспортной стратегии там как раз высказывал тезис что собственно говорят сказать у нас транспорт и транспортной стратегии на самом деле нужны и телекоммуникации тоже включить и включать потому что соответственно телекоммуникации они позволяют избегать транспортных потоков соответственно сейчас в таком формате постараюсь постараемся провести презентацию форма достаточно непривычный для презентации но тем не менее и так значит презентация которая просили выступить была сделана пара летает стройку неделю назад на конференции на конференции по электроэнергетике в москве значит первое касающиеся презентации соответственно вопросы касающиеся того что у нас вообще говоря происходит с инвестицией как он что у нас вообще говоря происходит с модернизацией отрасли вначале несколько датска там несколько слов не спасла это про проект который мы делали недавно который такой выявил дат в качестве примера проблемы которые на самом деле характерны не только для того региона в тюменском регионе в котором он сделан но и для всей страны то есть проект был так называемый поиск баланса интересов между между поставщиками и потребителями и вопрос который собственно горяцкий там в результате чего в результате чего на результате чего социальные проекты был запущен состоял в том что почему потребителей в общем-то наиболее наверное эффективны энергосистемы стране активно строить собственную генерацию что вы обнаружили первое что те прогнозы которые закладывались в спирт планы развития на основании которых происходило модернизации энергосистемы они радикально на самом деле да отличались от факта потребление при этом вот в правой части слайда есть такая табличка которая показывает сальдо переток прогноз на балансе прогноз на балансе поезды а как вы видите в течение практически четырех лет прогнозный баланс сводился с дефицитом то есть в энергосистеме соответственно предполагался дефицит по факту системе было избыть каждый год то есть то есть то что я обнаружила то что был спитом кризиса до 5 8 9 года наверно где-то в году 11 12 может вообще не обнаружил причиной датска наверно или почему так сказать такая система происходило но наверно сказать там многие видели прогнозный баланс весты вот сколько я не задал вопрос вам никто никогда не видел фактический баланс весты то есть план с фактом сводить никто не собственно рецепт не удостоверяется а более того что еще раз на самом деле 1 1 лишь на смеси не настолько удивило доцкать она была предсказуем эта вещь на самом деле вторая которая связана с прогнозами это то что на самом деле никто не знал не только прогноз сколько будет потребляться даст электроэнергию чтобы они должны знать никто но и сколько по факту потребляет потребляется электроэнергию системы на слайде приведены соответственно прогнозы пяти различных цветов ведомств они все раз напоминает анекдот старый про а то как пассажир приходит директор вокзала и спрашивает почему все часы показывают разное время зачем нам столько зачем нам было нам много часов чтобы они показывали одно и то же время вот соответственно у нас много ведомств и каждое ведомство считается и там на разную цифру спрос и более того разными методология расчета расчета потребление если на прогноз то мы пришли с китом к выводу что есть суммаром два сценария один сценарий когда спрос от скатя системы от сети будет это примерно на текущем уровне оставаться второй сценарий и это на самом деле сценарий когда потребители было будут активно вводить на скитом новые мощности это спрос упадет примерно на 20 процентов а второй датский там большой блок вопросов это касался генерации то есть системе где по сути говоря датской самые эффективные мощности по стране то есть на кривое предложение нас к этом лежащий в нижнем левом нижнем левом конце они начиная уже где-то с конца этого начало следующего года часть этих мощностей будет запрет то есть они не смогут быть выданы в систему из-за сетевых ограничений причем сетевое ограничение на самом деле проходит даже не на границах zsp дацкой там где она вроде как бы должно было быть фиксировано она проходит а внутри зоны свободного перетока то есть и мы посчитали что где-то с китом порядка от 1000 двух с половиной тысячи мегаватт зависит от того сколько потребители будут водить своих мощностей они смогут быть соответственно загружены и выданы системы несмотря на то что соответственно огромные деньги да так сейчас тратится на строительство на строительство мощности при этом вроде как бы эта ситуация на самом деле скитом для большинства генератор известная но это не мешает абсолютно датской там реализовываться новым проектом то есть вот обнаружили следующий проект я не знаю кто то есть присутствующий с ним знакомы так называемый тест полярный строится для урал промышленный урал полярный и в принципе в принципе если если искать бы такой же дать какие в общем то сказать этот проект мог бы на самом деле быть таким примером того как на самом деле датской там стране строится строится частная генерация то есть были закуплены где-то восточной европе был турбины соответственно сказать получили гарантии региона получили кредит так сказать от от одного из эксимбанков европейских и начали проект в принципе в принципе мог бы быть примером такого сказать успешного результата успешного успешного проекта в россии который на самом деле сейчас почти нет с небольшим нюансом и этот станция почти 300 мегаватт строится в городе салихарде где пиковое потребление составляет порядка 60 мегаватт и там соответственно покрыта своей автономной генерации и системы изолированного сети то есть для того чтобы эту мощность будет систему нужно построить еще линию стоимости порядка миллиарда долларов завис на каждом тоже нет газ туда приходит собственно говоря из той точки куда соответственно строится должна строится линия чтобы дать мощность город надым и соответственно сказать там там ну там с одной проблемой там в общем тискать и квалифицированного персонала нету завозить то есть в принципе в принципе если бы если бы надо было выбрать самую неудачную точку где так сказать можно было построить эту станцию наверное это в общем-то и было бы вот эта площадка хотя при этом системе дать эти были есть другие площадки где в общем-то эта мощность была бы была бы востребован вот как видно фотография была сделана еще весной этого года сейчас я думаю там там еще чуть-чуть уже построена там строительство идет себестоимость этой электроэнергии для системы мы оценили где-то порядка 13 рублей за киловатт-час с учетом соответственно скипозра так капитальных затрат и на станции теперь значит еще одна большая и наверно основная составляющая цен и основной фактор прироста цен собственно из-за которого так как там потребители строить собственную генерацию это уже посетить генерация это в общем такая заметная но небольшая часть то есть вся и вес программа а потому что мы даже не смогли собрать всю инвест программу которая там была на то чтобы собрали где-то порядка 200 миллиардов рублей на пять лет соответственно планирую планирую потратить на сетевое строительство деньги в принципе на эти деньги можно было бы построить по крайней части генерации еще одну такую систему при этом тюмень основное потребление там нефть нефти нефтедобыча соответственно спите транспортировка переработка газа и так далее то есть соответственно очень большая доля основное потребление там соответственно крупная промышленность из этой инвест программы на долю вот тех потребителей для которых собственно говорят там там который на самом деле могли бы нуждаться в сетевом строительстве приходится порядка 20 меньше 20 процентов и мест программ 80 процентов приходится соответственно на население и мелкоматор но более того когда проанализировать те проекты то в общем то порядка 90 процентов объема инвест программы это тоже касается нового строительства в принципе те проекты которые либо явно неэффективны либо с китом под вопросом либо имеют в общем сом существенно более дешевые альтернативы как например вот тот же пример который приводил по городу с александр в принципе мы оценили что где тут сказать там за 3 5 миллиарда рублей можно было бы модернизировать ту систему которая там есть поднять надежность обеспечить резерв то есть в общем то сказать сделать на самом деле систему сопоставимый полоски основным параметрам со сетью а может быть даже в общем то и лучше то есть почему датской там из чего собственно состоят вот этих 70 80 процентов неэффективных проектов очень большая часть до подключения малых населенных пунктов то есть вот кроме собственно говоря города соликарта который 40 тысяч человек большая программа по подключению к единой сети малых поселков где понятно уже есть автономная генерация в основном газовая они дизельная как обычно принято принято предполагать и стоимость если мы возьмем собственно стоимость проекта и поделим на численность население этих проектов то мы получаем проект где-то от полу миллиона до 6 миллионов рублей на человека то есть если бы собственно горит сказать то есть принципе на семью это равно примерно стоимости квартиры даже в центре екатеринбурга где-нибудь скитом приличном районе москвы с уже имеющимся подключения вторая совсем большая статья затраты на надежность в основном это правда это проекты которые повысят надежность нефтедобычи потому что даже при отключении даже там минус 2 потери потребление для потери даст это питание для населения вероятность очень маленькая то есть в основном газ как ездить на происходит эта аварийная ситуация это сокращение добычи а сокращение добычи это практически то что можно даст ведь оценить рублем да это несколько не безопасности на косможение переселения доц как они интерес то что можно оценить деньгом так вот когда мы оценили и собственно это скитом тот объем потерь которые сейчас несут нефтяники от от перебоев в энергоснабжение и собственно говоря предположили что какой объем гадский там средств имела был покупаем если предположить что 50 процентов доц как из этих из этих потерь можно было бы устранить 100 процентов строить невозможно это это гроза это соответственно спите непосредственно датске там подающие кабеля и так далее то соответственно с асады с получили цифру в 12 миллиардов рублей в принципе больше этого ну то есть при таком датске там сверху вниз подсчете больше этого проекта не окупаемые либо это действительно какие-то точечные вещи да при этом в инвес программе заложено более 50 миллиардов в общем то сказать это этот объем он явно выбивается за рамки датской там того что что экономически эффективно потратить на надежность следующий момент достаточно интересный это это снабжение снабжение скитом городов там добавляет сайт обнаружили что для повышения надежности на это снабжение отдельных танки там городов предполагать строительство подстанции которые соответственно от хотя когда они будут построены в два раза превысит текущую потребность в энергоснабжение текущую потребность датской от мощности при этом роста потребления там в общем сколь рост потребления там на самом деле мы особо не увидели при этом чтобы все мы понимали что такое да что такое дефицит дефицит трансформаторной мощности это собственно городской на каждой подстанции стоит двойное резервирование то есть перегруз подстанции знать что работает датск это мне один трансформатор а2 и это происходит там он какой-то там ограниченное счетное количество часов при пиковых нагрузках то есть к этому двойного резервирования которые есть предполагается построить еще примерно сколько же мощностей причем когда мы начали выяснять мы нашли подстанции которые точнее обнаружили подстанции которые не могли найти не и соответственно в электрических схемах наконец-то месяца через два получили ответ что да вот тюмень энерго построила подстанцию но городские сети тсо отказываются ее подключать такая парадоксальная ситуация при которой когда в общем-то те же городские сети наверняка должны были выступить заказчиками на эту подстанцию но и не хотят ну это как бы обратная сторона той истории который рассказал про тэсполярная вот та линия по которой который сейчас является схемой выдачи мощности который является схемой выдачи мощности тэсполярная изначально проектировалась как линия которая должна была снабжать город века вот несколько кругов доскать на совещание минэнерго прошли собственно говоря это в какую сторону все-таки предполагается будет и переток ответа ответа так и не получить и соответственно если мы возьмем по этой линии сказать динамику динамику планируемых кап затрат то это соответственно было был проект который 2006 году еще был внесен в программу в соглашении права есть еще подписанный чубайсом с соответственно с регионом то есть эта стоимость на 12 год выросла почти в пять раз и продолжает расти каждый год следующий смете следующего года она увеличивается при этом при этом туда еще не включено строительство цветом фска идейте поставить ячейки на подстанции 500 которые пускать отказывается вносить все свои мест программы с одной стороны в общем-то мощность выдавать ниоткуда в другую стороны не буду и еще такой такой курьезный пример поселок который уже подключен к централизованным к снабжению на который по планируется потратить примерно если ошибаюсь там порядка полумиллиона рублей на человека строительство линии для обеспечения второй категории надежности там есть даже перспективный план развития до почти 2030 года где население вырастет на три человека то есть собственно говоря что это что это в общем то все что это все означает то есть в принципе для такой энергосистемы как скитом тюмень логично было бы даст это можно было бы предположить 2 доц как там альтернативные стратегии развития 1 это что энергосистема она строится для поддержания соответственно скитом для поддержки нефтедовочи в основном доцкет соответственно мощности таки генерирующие и сетевые должны были бы тогда планироваться исходя из оптимального соотношения скитом надежности и какие доступности подключения мощностей добывающих и соответствует соответствующие бестоимость и наверное в общем-то учесть этот факт что в ряде случаев на эффективнее строить прямо на месторождении что кстати сразу сказать прям системного оператора уже нет информации о примерно 700 мегаваттах строящихся новых мощностей которые уже начали который будет виден второй вариант и это рассмотреть энергосистему как некую такую русскую норвегию то есть такой пауэрхаус так сказать который вырабатывает дешевую электроэнергию и это вместо того чтобы транспортировать газ мы транспортируем из нее электроэнергию соответственно тогда в первом варианте новой мощности в общем-то вводить особого смысла не было во втором варианте соответственно может вводить сам еще больше мощностей но при этом снимать сетевые ограничения этом ни одной ни другого то есть мощности вводятся сетевые ограничения снимаются то есть какого-то системного стратегического подхода к развитию энергосистемы ему не ну и результат соответственно то что то о чем я сказал что цены так как по нашим оценкам уже где-то к 15 16 году выходит на уровень когда практически все крупные проекты нефтяных компаний по автономной генерации доскать или по замещающей генерации оказываются эффективными то есть по сути говоря если до сих пор то что строилась в основном был это попутный газ утилизации попутного газа сейчас становятся эффективными уже проекты на коммерческом газе просто те которые позволяют избежать сетевой составляющей и на самом деле вплоть до отключения сети если сохранением сохранение критерии минус 2 по н плюс 2 соответственно агрегатов держатся в работе с отключением от сети если если будет видео трехставочный тариф то есть это заставит платить за присоединенные мощности сцены международным датской теперь аспекте цены если сейчас датской такой тюмень находится примерно на уровне датской на уровне среднеевропейских шестнадцатому году они становятся для крупных промышленных самым высоким то есть практически даже выше италии которые знамениты своими высокими ценами где соответственно сказать электроэнергии это либо дорогой газ либо соответственно сказать мазок при этом если в текущей ситуации оптовые цены у нас одни из самых низких погащих в мире вклад основных составляющих это это сети плюс этом дпм и прочее так сказать практически на уровне самых высоких вот эти как бы две составляющих вместе они дают нам примерно среднюю цену среднеевропейскую цену если мы берем 16 год то генерации у нас выходит где-то на уровень датской там чуть пониже среднего но где-то уже на уровне европейских датской выше стран где там высокая атомной генерации типа испании где сдерживаются цены а то что касается сетей всего остального она вообще как бы зашкаливает то есть два раза как мы видим превышает датских там европейский уровень это сопоставимых церковь и цены приведены в двенадцатом году совершенно американский уровень а здесь по моему даже не сделана поправка на структуру потребления потому что у нас соответственно доля потребления на высоком напряжении существенно выше чем сша если эту поправку сделать у нас уже сетевые тарифы вы же американских если мы берем 16 подскать там со всеми и теми без программы всем то что запланировано фска и мирская про сетевыми компании мы выходим практически и по фска и по вырос к на сам на спите уровень так превышающий практически все известные развитые страны стоимость или составляешь то есть вопрос на самом деле теперь возникает если мы перейдем теперь на уровень страновой то почему собственно почему происходит и что с этим делать здесь приведет такой ряд иллюзий да сказать или ряд это вещей которые мы привыкли считать но они в общем таково не является то первое какая у нас вообще говоря страновая энергетическая стратегия куда мы двигаемся по сути по сути энергетической стратегии стране нет тот документ который был даст это принято в 2010 году у во первых уже во первых сам по себе с трудом можно назвать стратегии даст это во-вторых он принимался в условиях когда то есть он принимался на основании предположения прогноза которые делали до 2008 2009 года которая на самом деле ситуация на мировых рынках радикально поменялась и с точки зрения дефицит газа датской там стал избыток газа и так далее так далее при этом программа соответственно модернизации которая недавно была озвучена мирга составляет честно говоря не так не удалось понять где цифры 8 триллионов и 11 триллионов рублей даст которая из них собственно городский там финально но и в том и в другом случае если мы скататься просто поймем масштаб этих цифр и это примерно в два раза больше чем программа наса по полету новому соответственно 62 текущих ценах то есть нас а тогда для того что на 10-летнюю примерно программу то есть примерно по той же длительности чтобы и сейчас это планируем энергетики потратил порядка 150 миллиардов долларов в центах 12 года и там было сказать понятная цель то есть вопрос на самом деле сказать что мы за общем то вот эти вот очень немаленькие деньги хотим достигнуть какова у нас какова у нас цель за эти деньги можно но это явно сделать очень много при этом надо понимать следующее что если мы просто возьмем и оценивать клуб какая должна быть возвратность так сказать полу механизм типа скатом раба дпм на эти деньги то мы получим что возвратность только даст к этому возврат капитала это примерно равен всей текущей выручки энергетической отрасли за то есть все это означает что если мы предлагаем что эти проекты окупаются то они окупаться могут только в одном смысле только в одном случае если у каждого так сказать у каждого потребителя будет источник бесплатной электроэнергии для того чтобы проект купить датский для инвестиций окупить цена должна электроэнергии не подорожала соответственно все остальные затраты должны быть но только возврат инвестиций маловероятностями а второй сценарий это примерно двухкратный рост цен может пониже с учетом каких-то да каких-то эффекта это вот повышение эффективности и третий сценарий это не возвращать соответственно инвестиций инвесторов а большая часть этой инвестиций за планирован как частный способ собираю реалистичная картина теперь так сказать если мы берем и смотрим какие приоритеты собственно говорят сколько выставляла выставляла минэнерго это это снижение удельных снижение потерь и так далее то есть вещи которые принцип большой проблемой датской то есть удельные расходы топлива в стране где собственно говоря там дешевый газ это не является проблемой номер один стоимость электроэнергии не является вообще говоря проблему с номер один у нас самая самая шоу и там дальше помогут на эту тему слайды у нас практически одна из самых дешевых электроэнергии самая дорогая мощность то есть программа направлена на сокращение и на экономию на сокращение затрат на электроэнергию и на увеличение затрат на мощность понятно что если мы начинаем такую программу так сказать такого масштаба то это не только доц как приведет это 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 еще и приведет и к удорожанию строительства ресурсов понятно что они будут приводить еще к удорожанию дельных удельных расходов вот если мы дальше собираем начнем изучать особо грек и у нас обозначен какие-либо цели для этого открываем ген-схему мы видим там следующую такую картинку можно его что-то увидеть на интернете и это из-за то ли 13 14 приоритетов приоритетов доцать генеральной схемы включая такие как я не знаю насколько там хорошо видно ограничение ввода мощностей и доли энергобаланса аэс и гэс исходя из возможной государственной поддержки сооружения с учетом на три строчки то этот приоритет то есть четвертого раза где-то можно понять что речь идет примерно о том что раньше мы считали что я советую строить независимо ни от чего сейчас мы собственно грядки там считаем что их надо строить сначала подумайте посмотреть если деньги а потом строить вот такой приоритет соответственно если бы у нас шестьдесят первом году было 14 приоритетов но они точно были бы не на уме где-нибудь немного на другом месте то есть когда есть одна понятно это ограничено может не 1 1 2 3 понятных задачи их можно решить когда мы не понимаем что мы хотим вот тоже на какое-то время так можно жить так теперь собственно говоря как работает почему мы к этому приходим вот я попытался так как работа система управления так вроде бы она я не знаю насколько сказать это видно у вас вот там двигаться не двигаются кружочки то есть то что мы на самом деле когда видели по тому почему принимаются решения такие решения или пути менее происходит на самом деле потому что вся цепочка принятия решения она она разорвана то есть ситуации когда потребитель заказывает имеет свой прогноз потребления заказывается ответственно сказать соответствующую мощность скажется сетевой компании сетевая компания нижнего уровня передает ее наверх дальше соответственно это все как-то на уровень генерации доходит ее нет тот пример который я приводил по поводу подстанции которая это построена но не подключена черно построен не потому что тюмень энергии она была хотел построить кто-то когда какую-то схему она была внесена при этом соответственно ответственности за это решение ее и они то есть мощность оплачивать все равно потребитель все потребители контролировать эту ситуацию и не могут планирует планирует не потребителя планирует соответственно сказать мощности берем системный оператор если сети то ну кто-то тоже планирует но не потребитель то есть не тот кто в общем то знает сколько будет какое будет потребление а соответственно платит за все в конечном итоге потребитель и вот вот коллега такие из энергофихтнера которые вместе с которыми даст ведь мы делали эту работу очень удачно сформулировал происходит гонка инвестиционных программ потому что так как платят все на каждый проект делается на конкретной территории на конкретном регионе ска для конкретного потребителя то соответственно то соответственно каждый пытается как можно больше своих проектов ставить программу понимая что они неэффективны но понимаю что прежде вот не вставить даст кто ставит это другое и мы имеем на самом деле эту ситуацию не только датской на уровне государственного это это на самом деле прислали на уровне частных корпораций например датской тоже днк там тоже роснефть они заказывают заказывают мощности заказывать сетевое строительство при этом планируя что они еще буду строить свои свою собственную генерацию то есть в инвест программу соответственно сетей заложено что по этим сетям пойдет переток например сказать там на ванкор реально по этим сетям пойдет переток скорее с ванкора но так как собственно для тнк для роснефти это подключение почти ничего не стоит соответственно сказать почему бы не заявиться на то что там будет потребление можно ну вот собственно говоря изображено то есть как должно было браться когда это работать цепочка и как она в общем то реально теперь как все это хозяйство регулируется но здесь один пример то есть фас сейчас соответственно рассматривает методику предлагая точнее методику контролю за ценовыми заявками то есть предлагает чтобы эти ценовые заявки соответственно генераторы выставлялись не по маржинальным затратам несколько по приростам а по средней а по средней себестоимости которые здесь никакого отношения не имеет доцкать к себестоимости дополнительной выработки должно пытаться там в рынке то есть соответственно мы оценили что эта методика доцкать если она будет введена или генератора так будут подавать заявки то пережоги газа соответственно сказать будут таковыми то есть они будут соответствовать то есть они скомпенсируют да скажем так экономию в топливе которая 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 возможна от ввода трех новых подругу когда делается не с программа датской там гараж модернизации мы передал от мы введем новые станции они будут соответственно сказать у них более высокий кпд соответственно это приведет к тому что меньше топлива будет сжигаться по системе и упадет цена одновременно с этим мы вводим такую методику подачи заявок который бы приводить к тому что загружаться будут не эффективные не дешевые станции а в общем так сказать какие-то станции иногда даже и в ряде случаев даже сказать пусть стимулировать загрузку дорогих станций частности сжигания мазута и так далее то есть по сути вот одно такое решение примерно 150 миллиардов рублей инвестиций в общем-то эквивалентно датска со знаком ну и отсылает ну некая такая иллюстрация того как в общем-то принимают инвест решения причем на самом деле не всегда мне не только государство компании но и у частных так как сейчас в энергетику очень много проектов связи с тем уровнем цены с теми проблемами появились у промышленных компаний а как правило нас ведь промышленной компании искать у них в общем то сказать там особенность принимающих решений нет в общем то сказать особых компетенций чтобы быстро понять ситуацию ну вот принимаются на самом деле это часто решение но слона в этом сколько 5-6 мы наверное это как там предполагаем что же быть 4 но мы не специалисты по слонам доски поэтому если на приносит вот такой проект в принципе в принципе мы его принимаем то есть что происходит то есть в отличие горшим и сейчас вообще говорят это связь с тем что было до 5-6 лет назад мы живем в другую стране когда причем вас не хватает денег не хватает инвестиций сейчас у нас другая ситуация не сбыток инвестиций но есть так это финансовый финансовый рынок финансистов есть такая понятие умные деньги смарт-моне глупые деньги то есть то есть те деньги которые сейчас в энергетике это по сути говоря глупые деньги они глупые не потому что это люди которые принимают решения глупы потому что система так выстроена и в общем то вот эти глупые деньги они заставляют умных людей принимают глупые решения когда было обсуждение на конференции на самом деле руководители компании собственно говоря подтвердил что да вот мы понимаем что у нас есть проекты сетевом строительстве которые не одну бессмысленны мы понимаем что доказать это регулировать с этим администрации мы это не можем при этом мы понимаем что нам за это платят а если мы это не сделаем ставим за правду нам где-нибудь чего-нибудь еще и лишь поэтому мы действительно нет на самом деле был руководитель самой эффективной сетевой компании по стране все остальное то что они могут они делают правильно но сказать вот точно не могут это соответственно сказать справиться с этой систем при этом ошибки допускают все в америке или кто-то там изучал ситуацию в америке в начале века там ситуация на самом деле с избытком мощностей было еще хуже чем у нас сейчас то есть где в конце 90-х была либерализация соответственно началась разработка с этом газа газовой станции как раз это стали строить и в общем искать там но американцы как люди и рыночные они решили что что вот так сейчас был создан рынок мы построим сказать высоко маневренные пг и будем скидом зарабатывать деньги в результате построили за шесть лет если что я сто шестьдесят гигават мощностей примерно столько сколько у нас почти столько сколько у нас всего до 3 четверти до нас энергосистемы при этом нас к этому формировал избыток мощности так как все равно основной объем мощностей там угольные то цены на газ выросли замыкать стали угольные станции искать соответственно не новые пг у они были загружены процентов на 3 20 30 40 парасиловые станции вообще ски 8 10 процентов загрузкой стали выводить но компания обанкротилась на этом прошли цикл поумнели вошли сейчас новый цикл на еще еще каких-то таскать там ошибок так допустим но в общем то цикла 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 деньги они умнеют на опыте то есть сходу никто никогда никогда но правильные решения даться они приходят с опытом у нас проблема в том что у нас не инвестор принимает решение у нас принимает решение за инвестора государства что строить где строить сколько строить поэтому как я уже говорил когда ситуация 2008 году радикально поменялась никакого никакого эффекта на то на инвестор программы на стратегию государства на стратегию энергетики на то что происходит в энергетике с точки зрения с точки зрения инвестиций практически не произошло были предложением сам это участвовать по тому чтобы оптимизировать вниз программу ну как бы место рюжетки на подписались приватизация проведена теперь на расстройках ну это такой риторический вопрос все видят на слайде комментировать не буду и дальше вот то есть еще одна собственно еще одно направление недавно тоже до цикла совещание было совещание тоже рабочая группа по умным сетям то есть с учетом что на самом деле подобными сетями можно понимать что что угодно понимать очень много разных вещей и умные сеть могут так как они умные да они могут сделать много много чего но для этого умные люди которые бы собственно говорят сказали умным сетям что делать так вот из того что я как бы вижу на данный момент в ходе как раз работы вот это есть эти рабочие группы может может быть что-то изменится хотя то есть если мы берем так сказать там то что он сидим могу сделать но что не принесет в общем ски пошел эффекта снижение потерь так сказать там надежность возобновляемые ресурсы какая то рассказать повышение управляемости сетей это все хорошие и важные нужные вещи как я сказал что они приводят к экономии электроэнергии а это в общем вещи затратные капиталоемкие и в общем то они не приоритетные ну вот в общем то если мы возьмем даст этом любое там не любое но большинство подавляющее так сказать документов где написано что у нас умные сеть мы вот увидим вот эти вещи и что он есть реально могут сделать так как у нас как я уже сказал проблема большая что очень большая стоимость обеспечения обеспечение покрытия дополнительных пиковых мощностей которые возникают системе которые возникают на низком напряжении который очень дорого обслуживать то есть который никогда не который практически никогда не могут окупиться а он и сети могут за счет технологии даже не только отсутствовать это широком смысле технологии они могут во-первых так сказать управляя сбривать пики потребления и второе всех ситуаций когда малая генерация пиком на самом деле малая генерация в офис пиковая генерация могла бы также снижать вот эти как затраты также соответственно система типа умных сетей могла бы нанести огромную пользу но вот это вот собственно говоря то чего практически нигде нигде пока не слышал хотя на самом деле вот когда я это озвучил на этом рабочей группе его вызвало достаточно скрыть отклик ну опять таки у кого какой-то там некого потребителей и увы и которые занимаются мало генерации однозначно поддержку сетевых сетевых компаний вызвало и так вот один один пример приводить то есть вот на этой фотографии центр москвы изображена технология это хорошо видно это светофор который солнечной батареи полностью автономный вот такие приборы действительно это такая современная технология даст как те кто бывал там скалистых горах например в канаде например там или там в пустыне вот там стоят такие высокотехнологичные приборы вопрос что он делает центре москвы в пяти метрах фонарного столба где собственно просто торчат провода которым можно было бы подключить вот этот светофор который потребляет наверно ватт 20 и того что мы получим если вот эти вот то ли 7 то ли 11 8 то ли 11 триллионов рублей будут буду действительно потрачены то есть мы к двадцатому году основной прирост даже не рост цен на газ обеспечить основной прирост цены основной прирост цены обеспечит именно вот эта программа при этом часть потребителей естественно отвалится те которые могут от сети и мы получим примерно 7 рублей в ценах двенадцатого года средние среднюю цену электроэнергии я назвал программа 2020 20 центов 2020 ну то есть реально мы получаем ситуацию когда вот при таком при таком линейно подходит воспроизводство датских технологий прошлого века или архитектуры построения на сети прошлого века на сеть я точнее единая энергосистема она будет проигрывать конкуренцию причем же самое интересное что и это относится и к к электрике и к теплу но тепло отдельная тема здесь на так приведено сказать для для того чтобы показать что общая картина на сказать при этом при этом конкуренцию датская проигрывать будет с автономными источниками не только для крупных потребителей ну и в общем-то для мелкой розницы ну вот тут мы посчитали сколько стоит киловатт-час если возьмете автомобиль каждый может для себя провести такой такой искать и расчет вы берете свой автомобиль соответственно переводите его на газ на метан да так сказать подключаете соответственно к газовой сети но может быть генератор будет помощнее вам поставить и садитесь жмете на газ вырабатывать электроэнергию соответственно с учетом с учетом как затрат мы получаем вот такую картину до что соответственно ну где-то toyota camry она примерно как крупный проект дпм нам дает но если мы ставим его сказать если мы и соответственно сделаем этого автономный то где-то пугать его чуть дешевле ну может быть я конечно здесь чего-то не учел чем тариф массами то есть суть на самом деле суть на самом деле в чем дать что автономная генерация она нас она даже на масштабах да на масштабах так сказать там отдельного отдельного цвета небольшого потребителя она уже как бы становится конкурентоспособность сети теперь собственно говоря что сделать как можно было бы сделать по другому первое это мы должны решить то ли у нас рынок то у нас регулировать так как мы видим что в общем то централизованное принятие решения но мы приводит в общем наверное не к тем результатам которые в общем то там были бы были бы цветом для всех и для каждого сказать хороши то есть в принципе мы сейчас достигли уровня розничной на роднице мы достигли уровне цены когда на самом деле инвестиции в так сказать новую в новую мощность они они могут окупаться то есть нужно чтобы решение принимали сильно инвесторы то есть те люди которые рискуют своими деньгами и с другой стороны чтобы были потребители так с ними и соответственно заключен договор потребитель который тоже несут ответственность за ту мощность которые они заказывают то есть мы видим да то есть здесь 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 мы взяли цену так сказать прогнозную четырнадцатого года это без так сказать фантастических инвестиций мы видим что реально при примерно одной и той же цене на газ при одной и той же цене на газ у нас четырнадцать четырнадцатом год цена на газ выйдет примерно на тот уровень которого сейчас сша я не беру таки провалу который недавно были на американском рынке где в америке реальный газ так это был дешевле был дешевле чем у нас то есть я беру среднюю цену который покупают генераторы то есть мы видим что у нас цена реально розничная будет выше есть у нас цена розничная выше то в америке соответственно сказать строится и генерация сети и в общем то вполне коммерческих начала то наверное у нас это тоже возможно но соотношение цен как мы видим но совершенно другое то есть у нас сетевая составляющая она практически в два раза больше она практически два раза больше чем сша и а при этом спорта проекта стоит переработки газовую электроэнергию она практически она в два раза ниже то есть в принципе в принципе достаточно поставить это баланс и как вы видели в общинский там по там на примере той же тюмени то есть для этого достаточно на самом деле это же простые вещи это не делать бессмысленных проектов пути проекта который датский так вот и проблема проблемным зону для нужны искать более этом дешевые решения и соответственно сказать как-то контролировать затрат все в принципе вот этот двукратный рост то есть америка на самом деле достаточно вполне сопоставимый по расстоянию по протяженности по климату на самом деле да так знаю потому что там ветры и ледяные дожди бывают такие чтобы здорово что у нас лучше мы еще как бы пока этого не видим энергетики раз в две недели после ураганов ветки снимаются с проводов и так далее соответственно второй такой серьезный момент тоже можно сделать это сформировать конкуренцию на рынке подключение то есть чтобы не сетевое строится было единственным способом легитимным обеспечение обеспечения новой нагрузки нового потребления выбирался бы общим условиям самый дешевый вариант самый эффективный вариант на самом деле да самый дешевый самый эффективный для потребителя вариант и потребитель вы за это платил то есть не так как сейчас когда определенная генерация где-то вне закона на семинаре где-то потребители как раз тебе что сейчас идет охота на нелегитимную розничную генерацию доцки там те кто больше 25 мегаватт владеет станцией но имеется катя там негодяи такие сами же это электроэнергию потребляют и не на оптовом рынке соответственно можно создать на базе этого рынок доцк рынок который перераспределял перераспределял подключенную мощность в принципе то есть сейчас но как такового скитом рынка как такового рынка этой услуги и нет и понятно сети в этом не заинтересованы более того сказать на примере тюмени увидим как сети реально прячет резервы мощности и что для этого потребуется на самом деле достаточно серьезная модернизация диспетчерского управления потому что вот если мы сравним например там с европы где где большая программа поддержки доцк возобновляемых ресурсов это понятно стратегическое решение но доцк этом дорогое но пони что альтернатива это быть зависимым от российского доцк и яиц сауновского газа ближневосточного газа и было поставлено на самом деле вот достаточно схожая даст к этому системы целых тем что правополётного поставленская простая задача уйти от зависимости от органического невозобновляемого топлива которое поставляется ограниченным количеством стран которые ценовые параметры по политическим на европе не ходит зависит как побочный продукт получили на самом деле саши интересную вещь получили на самом деле полная даст к этому очень большой скачок в том как диспетчируется как диспетчируется энергосистема если вы можете даст как интегрировать доцк этом в энергосистему ветер вы можете все то есть не факт датской что ветер доцкать это очень хорошо и эффективно и так далее но за счет этого нас к технологии вот с теми же умными сетями распределённой генерации и так далее автономной малой генерации электромобилями она сейчас на самом деле стране европа готова мы нет то есть системный оператор то что там меньше там 500 мегаватт это вообще как бы скотину если не криминал то по крайней мере это то реально ради чего даже в общем-то с какие там поднять руку в общем не стоит то есть по тюменской системе мы например обнаружили следующую вещь что порядка полутора тысяч гигаватт мегаватт простите это полутора гигаватт мощности до пиковый можно было бы так сказать там покрыли для покрытия пиковых нагрузок практически из трех источников это управление нагрузкой у нефтяников доцкать изменения регулярно режимами закачки воды класс это соответственно перегрузы доцкать там станции т.ц. и т.к. там битушек которые то можно такая которые не учащены как правило балансе и третий очень большой кусок это недогруженные малые станции потребителей недогруженные блок станции про системы правда не видит никак не регулирует при этом например тоже струбует нефтекас вообще создал свою да так там автономную практически систему который он то есть у него диспетчерская который могут позавидовать на самом деле многие энергетики где с одной стороны выведены все потребление включая до насоса на другой стран всей это рубины и они оставят себе задачу не попадать на отклонение и вот уже на самом деле такая самая диспетчируемая так сказать самая диспетчируемая энергосистема которая которая очень эффективно работает но задачи энергосистемы большой она никак не решает они мотивированные пришли более того когда задавали вопрос почему вот это не делали правила меняются каждые полгода поэтому даже если даст этом есть какая-то текущая экономическая мотивация участвовать в покрытии максимума нагрузки то там потребует какие-то инвестиции и уж если сургут но вот им захотелось делать красивую систему они ее сделали и собственно говоря если мы говорим про модернизацию приходит большую цель на самом деле здесь надо посмотреть а что нам нужно возобновляемые ресурсы это точно не наша цель искал возобновляемые ресурсы способ уйти от зависимости от российского газа то есть россии уходить зависимость российского газа задача мягко говоря странно привет у нас большие расстояния у нас у нас это высокая стоимость доставки сетей поэтому это прям вещь да там такая концепция которая на общем туда она присутствует но пока что сильно нет это конвергенция генерации транспорта вся мощность автомобильного транспорта в россии она в разы превышает мощность энергосистем в принципе при этом это уже как бы серьезно да про бугатти это конечно шутка да и то что на самом деле заявил ее мобильного к сожалению сказать название неправильно выбрали не факт что они это реализуют то есть гибрид газ электроэнергия с возможностью работать в режиме генератора это действительно было бы решение которое бы радикально поменяло бы доска эффективность конкурентоспособность причем не только на самом деле автомобильный транспорт здесь можно и железнодорожный транспорт что огромные мощности которые можно было транспортировать которые могли бы сказать подключаться тогда когда нужно куда нужно естественно все это просто но вот если уже жить куда потратить деньги на две лунные программы то это должно быть вот решение такого типа я не утверждаю что именно это надо сказать там наверное можно сказать может быть можно придумать что то есть какие еще более но условно говоря вот одна две три вот там вот подобные цели они бы действительно даст или позволили бы провести модернизацию действительно позволили бы энергосистеме всей экономики стать конкурентоспособны для этого нужно исходить из того что какие мы реально задачи решает то есть понятно что у нас все равно все равно экономика даст как основана на спите на сырье на природных ресурсов и как европа считать что мы можем обеспечить себе датской там дорогую дорогие цветом технологии скоте и на самом деле это это прекратить прекратить при этом датской перенести датской то производство это алюминия это стали и так далее ну скорее всего скорее всего уже стратегически это дни это не то что интересно что сша происходит со сланцевым газом реально возрождаться энергоемкая промышленность то есть несколько лет назад устраивалась встреча с разными интересными людьми датской там я не знаю где этих интересных людей брали но соответственно приезжал человек который был сторонник теории пикового газа до того что газа не будет нефти пиковой нефти что нефти не будет что вот сша была экспортером нефти стал импортера вот вы то вы тоже окажетесь датской там даже ну на самом деле вот сейчас интересно было бы с ним встретиться потому что сейчас сша собственно говоря наверное все спасибо так древич спасибо за интересный доклад содержательный острый вызывающий много вопросов как вы относитесь к вопросам и как вы относитесь к суждениям вопросам зависит вопросов вопросом на понимание вопросом отношусь хорошо плохим вопросом тоже хорошо да так можно задавать вопросы да да конечно а хорошо так у нас здесь есть участник молодежно-энергетического форума и у нас в сети есть несколько в том числе экспертов это представитель зала а п.б. энергосель проекта уральская вижу были еще по моему коллеги из тгк 9 коллеги у кого есть вопросы но нет технической возможности вы можете в сети вы можете наверное задать их в чат формулировать пожалуйста у кого есть вопросы в зале микрофон пока у меня у меня такой вопрос вот по первой части можно сказать так картину которую мы увидели в ямало-нецком автономном округе можно ли сказать что вот такого рода решение это проявление без системности в развитии энергетики еще раз вот когда мы видим строительство запертых мощностей когда мы видим строительство нерациональных дорогух дорогущих схем выдачи мощности и так далее когда мы понимаем что значит получается получаем электроэнергии в разы больше средней приняты скажем так можно ли говорить правильно я понимаю что вы указываете на наявление отсутствие системного подхода в развитии отрасли скорее знаете это как в гамлете в этом безумии есть своя система скорее речь идет о том что система есть у нее есть она выстроена у нее есть какие-то цели и приоритет но эти система выросла систему выстроена не на том месте то есть цели и есть проблема с целями которые поставлены для системы и есть проблема с тем как собственно говоря отскать как эти цели да сказать оцениваются обновляются тот пример который приводил по по спросу он показывает да что собственно если мы просто корректировали бы цели и приоритеты исходя из реальной ситуации на рынке на самом деле в 2008 году очень многие вещи из тех которые сейчас делаются они имели смысл в той конъюнктуре атомной мощности на почему они в той логике мы жили в системе когда дефицит газа европе перегружена газотранспортная система высокие цены для соответственно сказать там тысячи кубометров газ сэкономленные в россии можно было продать так сказать нам европе за соответствующие деньги и наоборот на 1000 кубометров лишних газа потребленных в россии это было это была потеря экспортной выручки поэтому столицу атомных мощностей она в принципе с учетом этой логики могла купаться вот модернизация мощностей вот тоже мог окупаться спрос если помните рост другими темпами и так далее да то есть если бы просто бы доцкать там постоянно постоянно это мониторили ситуацию и меняли приоритеты это можно сделать как можно двумя способами первые централизованные да есть какие-то очень умные дяди которые где-то там сидят в неком госплане и соответственно вот эти цели как-то меняют второй вариант это есть не менее умные дяди которые сидят в корпорациях есть некие правила которые устанавливаются первыми умными дядями и дальше они соответственно на свой страх и риск оценивая ситуацию прогнозируя ситуацию они и принимают решение то есть в общем так сказать одна и другая система теоретически может работать на практике первая система может когда ты работала то есть у нас нет ни того ни другого поэтому у нас происходит отрыв тех как бы цели и задачи дацки там которые ставятся которые ставятся перед отраслью с реальными с реальными потребностями экономики потребителей рынка и так далее так спасибо еще один вопрос есть андрей у меня такой вопрос сейчас я не слышу слышно инженерный центр энергетики урала андрей иванов такой вопрос как вы считаете не достигла ли наша электроэнергетика таких размеров что стало неуправляемо может быть пора ее либо уменьшить либо создать условия для малой генерации для распределенной генерации и или пока не по крайней мере не мешать развитию и второй вопрос можно сразу второй вопрос не единую систему уменьшить или вообще энергетику уменьшить потому что второй вариант это могут объявить обвинить экстремизм если выводить мощности постепенно может быть потому что не не справляется не управляется износ не не уменьшается другие негативные последствия есть ну знаете по поводу износа вот у меня есть фотография даже сделанная в лондоне где значит происходит ремонт где-то кажется на рейджин стрит раскопа на улице и стоит табличка что извините за неудобство просто значительная часть наших водопроводных сетей построена больше ста лет назад поэтому в общем-то так считать что у нас износ какой-то какой-то особый я в общем то наверное сказать наверное не стал при этом в общем-то мы увидели встроиться новые мощности это задача решается в сетях потрачено столько денег что ну я не знаю как они считают износ если износ не снижается мы потратили 2 триллиона рублей за последние несколько лет сети износ не уменьшился вот тут я не смотрел цифры никогда не смотрю просто не верю вопрос по поводу управления мне кажется вопрос еще раз может ли система управляться вопрос попросишь управление про диспетчерское управление но диспетчерское управление считается всегда системный оператор кашла ноиски там самых продвинутых в мире и наверное так оно и есть в рамках тех задач которые они решают просто как я говорю что они всегда решают те задачи которые бы в рамках системы решили были бы наиболее востребованы и полезны в данный момент поэтому я не думаю что здесь есть какая-то технологическое ограничение но с точки зрения именно эффективности принятия решений вот это интересный вопрос я честно говоря даже скорее бы его вернул бы обратно техническим специалистам экспертом например а что если нам начать двигаться в сторону самодиспетчеризации тот пример который я привел при путь имея по свободу нефтегазов то есть в принципе в принципе вот мое понимание тема которая вполне как бы вполне достойно того чтобы пройти какое-то обсуждение экспертизу и так далее при этом конечно менять не строят менять не строить поэтому в общем то тут надо конечно быть аккуратным и спрогнозировать последствия того что мы делаем потому что вопросы надежности несмотря на всю критику того как подходит сколько тратится надежно он тем не менее существует он действительно критичен для наших расстояния для климата и так далее просто вопрос в том что действительно распределенная энергетика она наверное более надежно и более безопасно и надежности она более она позволяет решить вопросы которые централизованная энергетика никогда не позволяет решить например тот железяной дождь в подмосковье никакие инвестиции в сети не помогут избежать отключений при при искать обрыве проводов ну четыре до цикла масло спасибо а второй вопрос второй вопрос вот это исследование она проводилась по чему-то заказу и я вижу месяц назад вы выступали какой-то резонанс что оно вызвало среди кругов энергетических именно административных исследований это исследование было значит заказчиком был заказчиком так сказать там фарма было полупредства уранского федерального округа инициатива была потребителей соответственно совета производителей энергии участвовали соответственно все стороны и соответственно генераторы и сети все заинтересованные стороны по итогам был сделан набор рекомендаций который соответственно обсуждался на рабочей группе при нинэнерго в ходе обсуждения сменилась нинэнерго сменился состав нинэнерго совещание проходит до сих пор периодически раз в месяц сейчас у Курбатова происходит совещание на эту тему эффект безусловно вызвал естественно естественно сказать по многим пунктам большое сопротивление но в целом в целом что на самом деле радует что у администрации регионов вызвало желание на самом деле что-то менять что-то делать ну а в целом это же в общем-то не проблема только одного региона коллеги давайте еще два вопроса потому что мы уже перебрали лимит времени это вот уже поднимались руки Илья только коротко просто и внятные вопросы здравствуйте Илья Новиков группа экономические аспекты энергобезопасности вот мне очень нравятся ваши предложения и поэтому у меня вопрос касаемый ну то есть их воплощение в реальность вот как вы считаете ну какая вероятность их как бы воплощение этой программы ну либо допустим по другому можно вспомнить вопрос какие экономические организационные механизмы вы видите для ее воплощения спасибо знаете в 90-е была такая шутка не надо ехать за границу граница сама придет в ваш дом да то есть в принципе я вижу два сценария ну как говорят реалистичные фантастические да так сказать там фантастический что что мы что-то поменяем реалистичное что прилетят инопланетяне если серьезно то собственно есть два сценария либо действительно происходит какая-то централизованная перезагрузка изменения системы правил и так далее установка приоритетов и так далее которая на самом деле это позволяет там горизонте 5-6 лет действительно поменять кардинат поменять ситуацию это один вариант второй вариант на самом деле мы можем прийти ровно к тому же если этого не произойдет то цены на электроэнергию достигнут тех уровней когда в общем-то те решения решения распределенной генерации умных сетей и так далее и так далее они просто станут выгодными окупаемыми доски на уже как бы на уровне даст каждого дома каждый искать каждого потребителя и потребители сами станут это делать попытка запретить как сейчас сети пытаются но это невозможно то есть там еще конечно зависит от того как это какая будет цена на нефть это таком режиме все это пойдет поэтому на самом деле вот наш прогноз что в этом направлении направлении изменение структуры концепции датской энергосистемы все равно в любом случае будем двигаться и на самом деле начали двигаться просто вопрос на самом деле эффективности этого движения если соответственно это будет как-то делаться целенаправленно системно организованно это будет отдела это будут одни затраты если это будет делать с одной стороны будут инвестироваться один за триллионов датской а с другой стороны будут инвестироваться в другие не 11 но там два триллиона но совершенно альтернативные вещи так это ну естественно естественно эта ситуация лучше но все равно мы придем в общем-то так последний вопрос последний вопрос пожалуйста отдать микрофон а меня можно было бы успеть взять матулина группа теплоснабжения подскажите пожалуйста вот в сфере теплоснабжения какой на ваш взгляд все-таки стратегия стратегию должна выбрать россия чтобы ну как бы не потерять свою целостность так скажем какая стратегия будет успешной я так понимаю крупные города наверное все-таки централизация будет распределение распределенная вот это вот мобильная генерация для каких-то более мелких поселков городов правильно понимаю или у вас другое мнение спасибо хороший вопрос но слишком обширный чтоб часто даться как там условия там лимита времени и полностью закрыть если я коротко упомянул что действительно сейчас уже конечная цена на тепло она в общем то сказать там для промышленности она вышла на уровень до конкуренции с автономными источниками уже в конце 90-х так сказать из-за перекрестки для потребителей для отскать мало потребителя она в общем так это последние последние пару-тройку лет уже вышло на уровне когда действительно сказать альтернативное какое-то энергоснабжение она становится она становится на самом деле сказать она становится начинает составлять конкуренцию и дальше на самом деле я на самом деле не будете пытаться ответить если на вопрос где что и как должно быть а просто так сказать вот я например просто вот для своего загородного дома изучал разные опции надо сказать там там нет на данный момент газа вот самое забавное что электрия электроэнергия да так вот тем тарифам по которым она сейчас набрается она оказалась у меня дешевле друг но с учетом того что он скептически относился с тепловыми насосами при том что при этом конденционеры которые выполнят ровно ту же функцию с той же датской там там 15 20 тысяч евро при этом конденционеры которые выполнят ровно ту же функцию с той же датской там с той же мощности могут стоить там раз 10 дешевле причем при этом я знаю так сказать там людей которые просто брали конденционеры китайские переделывали их да так сказать там на переставляли да так сказать там меняли теплообменник на водяной подключали к скважине и получали на самом деле самый дешевый способ даже дешевле на самом деле отопление своих домов вот поэтому здесь действительно здесь действительно нужно очень серьезное переосмысление той системы которая у нас есть централизованное теплоснабжение оно так сказать да у нас есть и в каком то виде его придется поддерживать но если мы смотрим например примеры других да так сказать если мы смотрим да так это примеры других стран точно так это восточной европы и так далее да так то в принципе в принципе это мы видим динамику на самом деле которая в общем то так сказать там идет не в пользу централизованных в основном жизни но опять таки говорю здесь то есть то есть это такое что здесь тоже нужно искать да так сказать технологии которые бы и может даже простые известные технологии да так сказать но на них спокусировать сосредоточиться которые позволили бы нам здесь стать конкурентоспособными все коллеги давайте еще раз поблагодарим докладчика спасибо большое спасибо я вынужден перенести начало пленума до на 8 часов через 50 минут встречаемся игротехники прошу подойти в 30 десятую комнату